добрый день дорогие друзья меня зовут поля добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу показать вам как можно задекорировать и оформить коробочку конфет к 8 марта или к другому любому случаю и сделаем с вами вот такие вот красивые нежные розы покажу все и расскажу а теперь давайте приступать к самим розам нам нужно сделать лепесточек формы капельки для этого я беру отрезок 3 на 5 сантиметров складываю пополам и вырезаю обычную форму лепесточка затем начинаю растягивать и делать это я начинаю снизу по середине побольше растягиваю верхний край почти у нас остается нетронутым затем шпажкой или зубочисткой подкручиваю с одной стороны и с другой стороны лепесточек серединка у нас остается практически нетронутая и вот такой вот лепесточек у нас получается для роз необходимо любое количество лепесточков здесь можно сделать как сильно раскрытую розу так и бутончики в общем выбирайте количество лепестков под себя смотря какую розу вы хотите сделать за основу я беру капельку из фольги размер ее где-то два с половиной три сантиметра и я уже заранее вклеила проволоку но в дальнейшем она нам не понадобится не пригодится она легко снимется или можно просто ее отрезать теперь приступаю к сборке самого цветочка на первый лепесток я наношу практически на весь лепесток клей и вклеиваю капельку как следует лепестком оборачиваю саму фольгу чтобы она нигде потом нет не просвечивала и у нас получается вот такой вот уже сформированный бутончик основа готова второй лепесток я приклеиваю напротив первого но уже не обкручиваю так сильно все остальные лепестки я приклеиваю по кругу клей наношу буквально одну капельку на нижнюю часть лепесточка накладываю лепестки один на другой нет на половину предыдущего и формируют цветок как я уже говорила количество лепестков формируйте именно так чтобы вам нужна была такая роза допустим бутон вставляете бутон хотите вы пышную открытую розу то соответственно все больше и больше лепесточков подклеиваете чтобы получилась более открытая роза лепесточки необходимо приклеивать каждый раз чуть чуть ниже буквально на несколько линии миллиметров тогда будет получаться роза пышней и открытий какое количество лепесточков я подклеила приклеила к этому цветочку я не подскажу не считала больше 20 я так предполагаю и последний лепесток я подклеиваю и как обычно завожу под предыдущий лепесточек таким образом мне кажется роза сформированная и закончены размер чашелистика у меня приблизительный где-то четыре с половиной на пять с половиной сантиметров опять же зависит от того размером какой у вас получится цветочек и все как обычно вырезаю зубчики растягиваю зубчики затем сам чашелистик растягиваю наношу клей и подклеиваю к розе все цветочек готов удаляю проволоку она нам больше не пригодится для оформления коробочки я подготовила пять цветочков они у меня все разные пышности разные открытости и разного размера теперь приступаем к декору самой коробочки она у меня квадратная как видите приблизительно все в одних оттенках у меня будет весь декор и сама коробочка для того чтобы крепить саму композицию я обклеила кусочек картона зеленой гофрированной бумагой и подклеиваю к ней атласную ленту шириной два с половиной сантиметра приблизительно все страсть чтобы у меня было в одном тоне ленту отмотала запасом довольно большое количество вернее длину затем я начинаю приклеивать листики и делаю это абсолютно хаотично не так чтобы это все было симметрично а наоборот так чтобы это выглядело интереснее но при этом листики не жалеем и прежде чем составить композицию я сначала прикладываю все цветочки смотрю как это будет все смотреться если мне все нравится то тогда я уже начинаю приклеивать и композиция сформирована готова и как в любом букете количество зелени большое количество зелени не помешает и поэтому я добавляю еще листиков между цветочками подклеиваю картону так чтобы все у нас было заполнено и чтобы разбавить композицию чтобы она не было настолько монотонный чтобы она немножечко выделялась и немножечко ее оттенить я добавляю зеленые сахарные ягодки и красные яблочки они тоже такие же сахарные ягодки я скручивала где-то по 2 где-то по 3 и располагаю их так тоже чтобы это все было гармонично и интересно и 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 после того как у меня уже готова была композиция я поняла что я не спрятала некрасивую часть не задекорировала лучше это делать сразу пока композиция еще не приклеена и теперь у нас наконец-то все готово помещаем теперь саму всю композицию на коробочку у меня получилась композиция такого размера что практически закрывает всю часть коробки обращайте на это внимание я просто прикладываю завязываю на узел и формирую бантик таким образом у нас получается композиция съемная ее можно оставить в качестве домашнего декора можно расположить на какой-то другой любой подарок который вам нужно будет подарить или просто оставить себе для украшения на этом у нас готово если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока